МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло прямо сейчас?» Смотрите обзор ЧУП в Сургуте за последние несколько дней, которые подготовили мои коллеги Ям Дмитрий Круковец. В Сургуте обокрали задремавшего таксиста. ЧУП произошло ночью. В свободное от заказа время 31-летний мужчина приехал на стоянку одного из круглосуточных заведений города и уснул. А проснувшись, обнаружил отсутствие мобильного телефона стоимостью 18 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 21-летний житель города. Злоумышленник пояснил, что вышел из бара на улицу, подошел к машине потерпевшего, чтобы попросить сигарету, но хозяин авто спал. Подозреваемый увидел на панели автомобиля смартфон, открыл дверь и похитил его. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В ночь с 16 на 17 ноября в Сургуте двое молодых людей обокрали прохожего. Угрожая ножом, они отобрали у него золотые украшения. Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. По информации агентства Коинформ, инспекторы ППС бегали за ними по дворам порядка 10 минут. Злоумышленников доставили в отдел полиции для разбирательства. 17 ноября около 15.00 на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании торгового павильона на улице Индустриальная в Сургуте. Ликвидировали огонь спустя 20 минут. К тушению привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России. Внезапно стало плохо. 17 ноября утром на пересечении улицы Аэрофлотской и профсоюзов произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai врезалась в Toyota Camry. Причиной аварии стало внезапное ухудшение самочувствия женщины, управлявшей корейской иномаркой. По ее словам, у нее резко поднялось давление, в результате чего она временно потеряла контроль над дорогой. К счастью, в этой аварии обошлось. Без пострадавших транспортные средства получили механические повреждения. Следствие проверяет родителей ребенка и охранников Неганского торгового центра после того, как один из детей столкнул своего брата с эскалатором. Семилетний мальчик решил покатать младшего брата на тележке для продуктов. В какой-то момент он подошел к эскалатору, спускающемуся вниз, и толкнул тележку, которая опрокинулась. Малыш получил травму головы и потерял сознание. Сейчас он проходит амбулаторное лечение. Дети находились в торговом центре с отцом. Во время ЧП мужчина расплачивался за покупки на кассе. Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Нижневартовском районе полицейские задержали подозреваемого в хищении нефти. Установлено, что злоумышленник в районе кустовой площадки одного из месторождений Нижневартовского района заканчивал сырье из напорного нефтепровода через систему шлангов, пластиковую емкость, установленную в салоне автомобиля «Газель». Таким образом, ему удалось похитить 100 литров горючей жидкости. В отношении гражданина избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи кража. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы. В Кандинском районе от рук мошенников пострадала 80-летняя женщина. Ей позвонила с неизвестного номера девушка, которая представилась сотрудником одной из финансовых организаций. Звонившая рассказала, что банковская карта владелицы якобы заблокирована, и чтобы ее разблокировать, необходимо назвать пароли. В течение часа женщине приходили смс-сообщения с различными цифрами и паролями, которые она озвучивала. Полицейские установили, что потерпевшей пришло более 15 таких сообщений. Таким образом, злоумышленница ввела пенсионерку в заблуждение и в какой-то момент попросила назвать трехзначный код на обратной стороне банковской карты, что потерпевшая сделала. Спустя несколько минут ей пришло сообщение о том, что с ее карты списаны денежные средства в сумме 45 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули и сообщила об этом сыну. В какой момент она у вас попросила трехзначный код карты? Ну, когда шли общие разговоры обо всем, о телефоне. То есть в массе вот этих паролей она, между прочим, попросила? Да, да, да. Вы не задумывались о том, что... Нет, у меня даже мысли никакой не променяли. Достали карту и продиктовали ей код? Да. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круховец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова